В сериале Flash за два показанных его сезона было показано пять спидстеров, и у них разные цветы молний. И ладно, если просто у каждого свой цвет молнии, или если этот цвет молний менялся постоянно. Нет, получается, что у некоторых цвет молний одинаковый, у других он какой-то отдельно свой. А это видео посвящено тому, чтобы разобраться, чем обоснован цвет молний и что означает цвет молнии разных спидстеров. Я основываюсь исключительно на сериале и, возможно, в комиксах что-то по-другому. Итак, разберёмся, какие у нас есть спидстеры и какие их цвета молний. Первый, Барри Аллен, молния жёлтая. Второй, Элбард Тоун, молния красная. В принципе, костюм и молния Элбарда Тоуна и Барри Аллена — это две зеркальные противоположности. Противоположности даже по расположению молнии. У Барри Аллена она слева направо, у Элбарда Тоуна она справа налево. Третья, траектория Элиза Хармон. Изначально у неё была молния, как у Барри Аллена, обычная, жёлтая. Позднее, когда она разогналась, у неё молния стала синяя, как у Зума. Четвёртый пункт. Тот самый Зум или Хантер Соломон. Всегда, исключительно всегда синяя молния. И даже эта молния струится по его телу. Хоть у того его временного следа, у той его копии, которая изображала из себя Джея Гаррика, молния была жёлтая, как у Барри Аллена. Когда Зум получил спидфорс Барри Аллена, жёлтые молнии прошлись по его телу, но их заменили синие. И эти молнии вообще весь сезон струились по его телу. Однако, когда призраки скорости догнали, ну как бы схватили Хантера Соломона, то по его телу и по его костюму пробежались красные молнии. То есть получается, пока он единственный, кто трижды поменял цвет молний. У всех остальных он или один и тот же, или в случае с траекторией, но её даже не трогаем. Она еле-еле удалось её на одну серию растянуть. Поэтому это так. Она поменяла два цвета. Всё равно Хантер Соломон на высоте. Всё равно Хантер Соломон в сериале Флэш рекордсмен по смене цвета молний. Ну и в большинстве всё-таки он голубой. Я имею в виду в плане цвета молний. Итак, пятый спидстер презентованный в сериале Флэш. Это Джей Гаррик. У Джея Гаррика точно так же, как и у Барри Аллана молния жёлтая. Хоть может быть и не совсем так. Возможно, она чуть более... Мне это, по крайней мере, показало, что она чуть более оранжевая, чем обычная молния Барри Аллана. Хоть это может зависеть от помещения, освещения, от кучи параметров. И по большому счёту пока говорить о том, что у Джей Гаррика и Барри Аллана чуть разные цвета молний, смысла нет. Тяжело также разделить красный цвет, который пробежался по Хантеру Соломону, когда его поймали призраки скорости, и красный цвет молний, который сопровождали Эобарда Тоуна. Получается как бы одинаковые молнии. Одинаковые. Что же это всё значит и что с этим всем делать? Предлагаю вспомнить то, как огненный шторм так же меняет цвет с жёлто-оранжевого такого на синий-голубой, и глаза с белого на чёрный, когда практически умирает. То есть что-то здесь есть. Поэтому разберёмся, разберёмся. Красная молния, возможно, означает согласование Спидстера со Спидфорсом. Эобард Тоун, он был из будущего. Он был из будущего, и он знал о всех экспериментах со Спидфорсом. Он знал, каким путём можно воздействовать на Спидфорс, не привлекая к себе призраков скорости. Эобард Тоун был, можно сказать, учёным специалистом по Спидфорсу. Он Барри Аллану проводил краткое занятие по пользованию Спидфорсом. И даже Барри Аллан, зная, что это его враг, всё равно отправился в прошлое у него учиться. Поэтому познание о Спидфорсе Эобарда Тоуна не стоит как-либо подвергать сомнению. Хоть и не стоит их возводить в абсолют. Таким путём, возможно, он изначально планировал своё путешествие, чтобы согласовать себя со Спидфорсом. То есть, я на основании всех этих данных строю следующую концепцию. Что, в принципе, красная молния означает некую обратную сосинхронизацию Спидстера со Спидфорсом. Неестественную. Естественная синхронизация Спидстера со Спидфорсом, она должна быть как у Барри Аллана. Смотрите, по сериалу Барри Аллан получил силу скорости. У него молния жёлтая. Джей Гаррик нет каких-либо данных о том, что его сила скорости каким-то путём извращена. Его молния жёлтая. Траектория изначально получила силу скорости. Её молния жёлтая. В то же время Эобарт Тоун осознанно путешествовал во времени, осознанно как-то пересинхронизовал себя с временем, с силой скорости. Его молния красная. Когда дементоры, так называемые, призраки скорости, поймали Хантера Соломона, когда они как бы отобрали его, вернее, возможно, именно так и по воззрению авторов сериала, возможно, именно так и выглядит насильственная синхронизация с временем. Насильственное какое-то переподсоединение к правильному спидфорсу. И Эобарт Тоун, он сам проводил все эти изменения так, чтобы его не заметили и не тронули. А этот, ну что ж, получил, что заслужил. Таким путем, все эти данные дают мне возможность сделать следующую классификацию цветов молнии в связи с природой спидфорса. Итак, первый вариант. Это желтая молния. Сюда относятся Барри Аллан, Траектория до разгона, Хантер Соломон до разгона и Джейк Гаррик. Смотрите, по сериалу было сказано, что Хантер Соломон отправился в прошлое и взял одну из своих временных копий. То есть, получается, изначально он в дурке получил силу скорости, когда его ударил поток частиц и там химикаты на нем были. То есть, его получение силы скорости в какой-то степени, возможно, аналогично получению Барри Аллана. Итак, он получает силу скорости. Потом он эту силу скорости тестирует, разгоняется, путешествует во времени, путешествует между мирами. Его сила скорости становится измененной, но он отправляется назад во времени. Берет свою копию, когда еще сила скорости была первичной. Возможно, выкачивает силу скорости или частично выкачивает. Потому что в другом смысле непонятно, почему у той его временной копии не было спидфорса. Предположить, что это он до получения спидфорса, вообще это предположение сюда не идет. Потому что получается, что он сам себя убил. А если предположить, что это его копия после получения спидфорса, то это получается, что он не себя убил, а всего лишь свой временной дубликат. То есть, значит, все-таки по каким-то причинам он или сам у себя забрал эту силу скорости. Здесь также не все просто. Возможно, он изобрел способ забирания у своих дубликатов силы скорости и таким путем подпитки себя. Сложный пока вопрос. Или сценаристы не все согласовали здесь сами с собой. Пока это оставляю под вопросом. Второй вариант. То есть, первый вариант, это у нас была желтая молния. Барри Аллен, траектория до разгона, Хантер Соломон до разгона, Джей Гаррик. Второй вариант. Экзальтированный спидфорс. Экзальтированная сила скорости. Соответственно, синяя молния. Это траектория после разгона. Это Хантер Соломон после разгона. И это комиксный Барри Аллен. Флэш будущего. Я просмотрел ряд видеозаписей на Ютубе и также открыл картинки, где показанный так называемый Барри Аллен из будущего, у которого также сама Синяя Молния. Таким путём, хотя он эти Синие Молнии получил после того, как он долгое время разгонялся. Таким путём можно предположить, что Синяя Молния – это экзальтированная сила скорости, то есть, чуть другая фаза спидфорса. И, учитывая то, что происходило в конце 23 серии, скорее всего, это как некая незаконная версия спидфорса. Так же самое, смотрите. Гравитация притягивает всё к Земле. И можно считать так, что нормальное состояние предметов на Земле, на планете Земля, это когда они лежат на поверхности. Сравниваем это с жёлтым спидфорсом. Когда мы их поднимаем, они приходят в несколько неестественное положение. Сравниваем их с синим спидфорсом. И здесь, если мы просто отпускаем, они падают и разбиваются. Сравниваем это с красным спидфорсом, в который вернули призраки скорости Хантера Соломона в конце 23 серии. Или же, возвращаясь к примеру, к гравитации, можно просто предмет положить. И он повторно как бы придёт в естественное состояние по отношению к гравитационному полю Земли. Хотя, наверное, здесь точнее будет не положить предмет, а поставить на какую-то полку. Таким путём он и будет не на поверхности, однако его противоречие гравитации, можно сказать так, будет чем-то обосновано, как бы обратная сторона. Может быть, примеры недостаточно точные, однако аналогия здесь есть. Таким путём я, можно сказать, разобрался с тем, почему в сериале «Флэш» у разных спидстеров разный цвет молний. Конечно, не факт, что согласно комиксам именно так. И как показали поисковые запросы, я вводил в поисковик поисковые запросы значения цвета молнии спидстера, пока как бы другого внятного объяснения этих отличий нет. И данное объяснение, оно абсолютно логично по сюжету сериала. Возможно, это также попытаются как-то объяснить в третьем сезоне сериала. Возможно, объяснят по-другому. Посмотрим, будет ли это логичней, будет ли это так же само, или это будет как-то глупо и не вязаться с предыдущим сюжетом. Итак, далее будет о том, что может быть в третьем сезоне, и много чего другого. Переходите на канал, переходите, подписывайтесь со скоростью флеша и делитесь моими видеозаписями со скоростью желтой молнии, со скоростью красной и синей молнии. Успехов!